Привет, планета Земля! Надо мыть вот это вот грязнючее окно после стройки, еще ни разу не мытое. Я сняла с нее пленку, поэтому рамочка выглядит более-менее белой, но это только посередине. А внутри и подоконник, и в общем само стекло очень грязное. В последнее время, вы знаете, что я очень много мою, и у меня уже руки похожи, я не знаю на что. Я искала-искала, искала-искала, и один человек мне посоветовал вот такую вот пасту. Называется Глэм паста. Она универсальная, и там пишут, что она, допустим, белый камень очищает. У меня большие проблемы, кстати, в душе с этим белым камнем. Опять также налет в чайнике, хотя я брала или беру водичку из бутылки, которую мы покупаем, все равно там белый налет. Меня это очень расстраивает. И как бы тут стоит, что руки не страдают безопасно для кожи. И там без всяких добавок, не агрессивные, натуральные там вещества. Что тут стоит? Только натуральные ингредиенты, приятный. А, и причем приятный запах, потому что в основном все агрессивные вот эти вот спреи, да, они ужасно вонючие. Кстати, с таким агрессивным спреем я испортила себе кран в санузле. Да, сына? Сына сидит. Он весь... Как будто это просто металл. Как будто металл растворился, да. Там такие пятна, я потом вам покажу. Теперь нам придется менять, как он... Сместитель, наверное, он называется еще, помимо крана. Вот. Так что я буду пробовать вот эту пасту. Она тут от нагар и жир, из висковы на лед, стойкие загрязнения, грязь на подошве и загрязнения на руках. Ну, например, может, для мужчин, которые работают много, ну, мастера, да, по машине, у них же всегда руки черные. Поэтому, может быть, для них будет это классной вещью. Я этим не занимаюсь, но буду быть сейчас окном. И посмотрим, будет ли окно чистое после этой пасты или такой же, и мне придется опять брать какие-то агрессивные вещества. Поехали. А, кстати, тут стоит, что надо, если сильно загрязненная поверхность, надо нанести, и чтобы минут пять-десять постояло, и потом только смывать. Так что попробуем. Сейчас добавлю два. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 хорошо точит но а и а а но Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Взять немного пасты и нанести пасту на все места. По инструкции надо подождать десять минут, пять-десять минут. Пока тут все мякнет, как говорится, я принесла чайник, вот такой у меня налет и тоже буду тестировать. Так как он уже у меня мокренький, как сказать, влажный изнутри, я просто нанесу туда пасту и также подожду 10 минут. Так, ну что, рискнем? Думаю, что пять минут уже прошли. Посмотрим, что покажет. Я даже не знаю. Я сделаю, наверное, верхнюю сторону просто губкой, а нижнюю сторону я потру терочкой. Мне, в принципе, что так, что так. Посмотрим, что будет лучше. Будет ли вообще другой эффект? Так, тут была терочкой такой, а тут грубой. А на самом низу я оставлю сантиметров 15, вообще не буду терочкой мыть. Ну, я думаю, что там, конечно, просто так белый камень от себя сам не отвалится. Все-таки всегда надо как-то, ну, хотя бы протереть терочкой, да? Смываем все это. Все-таки надо как-то. С этой стороны я сейчас пройдусь другой. Пройдусь тряпочкой, потому что я же тут налила мне чай на водичку. Ну, возьмем камеру в руки и посмотрим вблизи. Ну, что, если, судя по моим глазам, то, что вверх, вот моя рука, видите? Капелек вообще не видно, что я желтой стороной губки, что я драйла другой стороной. Ничего не изменилось, все отошло. Это говорит о том, что усилий никаких не надо. Губкой я попробовала прям потереть посильнее. А желтенькой стороной, ну, вот этой стороной мягкой, я, ну, никаких сил не принимала. Поэтому думаю, что всем будет удобней мыть желтой стороной и не принимать силы. А тут снизу сейчас посмотрим. Если честно, я вижу чуть-чуть, ну, малость. Как бы на фото не очень видно, ой, на фото на камере, но я вижу, что все-таки без терочки, ну, вот без этой терочки, паста, ну, сама, как бы, камень не отскочит сам по себе. Но я, в принципе, так и знала, поэтому не удивляюсь этому. Всегда надо чуть-чуть где-то помыть тряпочкой. Так что вы можете смело наносить пасту и простой тряпочкой, не обязательно даже губкой. Просто с губкой мне, например, удобнее. Вот. И можете все выкинуть, кроме этой пасты. И у вас будет одна паста, и будет, наконец-то, у вас больше места в шкафчике. У меня постоянно, я не знаю, штук пять, наверное, всяких разных средств. Один для душа, другой для туалета, третий еще куда-то. Думаю, что я сейчас буду пользоваться только одной пастой. Потому что, смотрите, как классно она отмывает и быстро. Могу, в принципе, весь душ вот так вот намылить, пять минут подождать, душ изнутри помыть и сама помыться, и вылезти, и душ чистый, и я чистая. Вот и все. Но себя мылить не буду. Ну что, посмотрим, что с чайником с моим. Что там вообще за реакция пошла. Сейчас я эту водичку, что тут осталось, вылью. Вот, возьму губку. Изнутри его протру. Так. Но я сразу говорю, я не знаю, вы видите, это нет. Вот, видите, вот вокруг, вот тут. Вот, сто процентов не отходит. Вот. Ну давай. Видите? Весь он блестит, все отошло. Так, но там не очень. Попробую потереть с синей стороной. Ну и это не совсем помогает. Я думаю, что просто в этом месте чайник до того, ну горячий, да. И просто уже этот камень так прикипелся, что его просто уже не отодрать. Мне кажется, хоть что туда заливай. И хоть как его там, не знаю, вымывай. Нет, мне кажется, можно забыть. Это невозможно убрать. Я так думаю. Конечно, так вообще идеально все отошло. Вот только там, именно где он начинает кипеть. В этой части. Сто процентов не отходит. Ну ничего страшного. Все равно я очень довольна этой пастой, потому что с ней можно мыть все. Мои руки не страдают. Я сейчас просто помою руки, и они не будут ни стягиваться, ни лопаться. Потому что вчера я мыла целое, ну не целое окно, а половину части окна, ну с внутренней стороны. И мыла достаточно долго, потому что после стройки там грязи хватало, да. И паста эта справилась очень хорошо. Во-первых. Во-вторых, мои руки даже ни капельки не пострадали. Ничего не стягивало, ничего мне не мешало. Маникюр тоже не пострадал. Как бы все хорошо, все замечательно. Так что вот сейчас я его помою под водичкой. Ну и все. Я надеюсь, что я некоторым из вас помогла справиться со своей бедой, с уборкой, с мойкой душа, плиты, чайника и так далее и тому подобное. Что вы для себя тоже найдете эту пасту и будете радоваться, как и я. Всем прекрасного вечера. Люблю вас. Целую. До завтра. Пока-пока. Пока-пока.